Привет, я Егор и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И сегодня страна вечной весны, Португалия, а также ее крайне нежнейшие революции и, пожалуй, самый известный португалец 20 века, Антонио Ди Салазар. Немного предыстории. Когда-то давным-давно в Португалии свергли и убили своего законного короля. Кстати, по этому поводу довольно занимательно писал товарищ Ленин. Типа монарха убили как-то совершенно вероломно и вообще нету в этой Португалии никаких революционеров, а одни сплошные террористы и заговорщики. Благородный наш дедушка Ленин. И возникла, таким образом, первая португальская республика. И было в этой республике все из рук вон плохо. Поэтому спустя 16 лет в 26 году потребовался новый свежий национальный переворот. Революция эта была неизбежна из-за экономической, политической и всякой другой нестабильности в стране. За последние перед революцией 6 лет в Португалии сменилось 23 правительства. Забавно, что лидер восстания Кунья Леал призвал к нему впервые на своей обличительной речи во время званого ужина. Видимо, запивая креветки португальским вина Верде. Леал был республиканцем, а правительство было демократическим. И, как известно, плохо работавшим. А на следующий же день войска выдвинулись в сторону Лиссабона. Что неудивительно, никаких ответных мер португальское правительство выдать не смогло. А в первые дни оно вообще отрицало сам факт восстания. Что военные на улицах. Впрочем, все это не важно, потому что армия все равно не собиралась вставать на защиту действующего режима. Ну и в ближайшие недели там происходил полный кавардак, потому что произошло еще три восстания и все бескровные. В конце концов, на вершине власти оказался, естественно, генерал по имени Ашкар Кармоне. Антонио Ашкарди Фрагоза Кармона. Вообще, во время правления Первой Республики Португалии, этот генерал был маршалом. Во время Первой мировой войны он командовал португальским корпусом, расположенным в Бельгии. И при этом сам находился в Лиссабоне. Видимо, запивая креветки вина Верды. Но в 28-м году вояка Кармоне понимает, что он как-то не справляется с обязанностями государя. И приближает к власти профессора Антонио Ди Салазара. И провозглашает его министром финансов. А уже к 32-му году этот самый Антонио Ди Салазар становится премьер-министром и фактически полноценным главой страны. Кстати, сам генерал никуда не делся. Он еще черт знает сколько лет оставался в должности президента страны. Ну, просто она ничего не значила. Профессор Салазар был личностью неординарной и в свое время мечтал стать священником. А по современным португальским опросам он до сих пор остается самым популярным человеком в Португалии. А еще ему стоило бы вручить премию за самую интеллигентную и приятную внешность среди диктаторов. Нет, серьезно, если бы я был революционером, я бы не смог его свергнуть. Вырос наш герой в деревне, затем учился в католической семинарии и в конце концов стал профессором юриспруденции. Затем, как уже говорилось, министром при новом правительстве, а в конце концов буквально самим правительством. Очень долго он терпел. В общем, в первую очередь Салазар был прекрасным экономистом. За годы его правления Португалия вышла из глубочайшего кризиса и погасила просто невероятный, огромный внешний долг. Кроме того, он реорганизовал банковскую и налоговую системы, которые, по-моему, не менялись со времен монархии. Короче, кардинально изменил экономическое положение Португалии. Обидно только одно, что практически четверть уже снова немаленького государственного бюджета молодого португальского государства ушла на вооруженные силы. Впрочем, ладно, к 45-му году Салазар проведет и промышленную, и аграрную реформу, проведет электричество по всей стране. Ну, в общем, все сделает хорошо. И тем не менее, о Салазаре до сих пор говорят как о страшном фашистском кровавом диктаторе. Впрочем, этот страшный фашистский кровавый диктатор был настолько эффективен, а до него в стране творился такой бардак, что реально его поддерживали все возможные слои общества. Почти все. Теперь об идеологии. Почему, собственно, этот режим считался диктатурой? В 1933 году, спустя год после того, как Салазар занимает должность премьер-министра, он разрабатывает концепцию нового государства и вводит новую конституцию. Основанные эти два документа были на философии корпоративизма. Основывается эта политическая философия на простом тезисе. Основной ячейкой общества становится социальная группа, а не индивидуум. В случае так называемого нового государства Салазара, этой ячейкой становится семья. Забавно, что диктатор сам никогда не был женат. Изначально в качестве элемента своей политики эту философию использовали всяческие фашистские режимы. В наше время ее используют в основном христианские демократы. Кстати, несмотря на то, что эта философия постоянно рассматривается как фашистская, агенты тайной полиции Португалии, Пиде, признавала в качестве политических преступников и диссидентов и коммунистов, и фашистов. Впрочем, термин фашизм уже все давно искажают только как могут. Пиде вообще была удивительной тайной полицией. Например, несмотря на то, что одной из ее основных обязанностей была контрразведка, она спокойно допускала деятельность любых других иностранных разведок на территории своей страны. Во времена Второй мировой войны, естественно. Без напрягов. Джин и Мартини смешивать, но не взбалтывать. Поскольку Пиде отлавливала политических преступников, надо было куда-то их сажать. И для этого Салазар организовывает единственную в Португалии тюрьму-концлагерь. За все время правления Салазара, за 37 лет, в этой тюрьме умерло 32 человека. Эта тюрьма считалась особенно жестким заведением благодаря своему климату. Сейчас там вроде бы курорт. Кстати, во время кровавого режима Салазара смертная казнь была отменена. Также Салазар поддерживал испанскую диктатуру Франка, который в свою очередь поддерживал близкие отношения с Гитлером. Но сам Салазар никогда с Гитлером даже не встречался. Да и вообще, из Португалии во время своего правления он выехал всего один раз. Собственно, чтобы встретиться с Франко. Более того, Португалия вовсе отказалась от участия во Второй мировой войне. В честь чего в Лиссабоне был установлен памятник Христу, идентичный такому же в Рио-де-Жанейро. Установлен он был на деньги, собранные с благодарных женщин-католичек по всей Португалии. Единственное что, Португалия с 43-го года предоставляла блоку союзников пару военно-морских баз на Азорских островах. Естественно, за высокую арендную плату. Причем в это же время хитрый португальский народ продавал Германии и Италии военную технику и металлы. Ну и наконец, именно благодаря чудовищному фашистскому кровавому режиму Салазара многие еврейские и не только эмигранты умудрялись бежать из загнившей Европки в благословленные штаты. Еще Салазар поддерживал весьма теплые отношения с Ватиканом. Настолько теплые, что даже заключил с ним конкордат. Католическая церковь становилась официальной религией, гражданские браки и разводы становились запрещены. Кроме того, католическая церковь получила кучу прав по вмешательству в частные жизни. Но самым важным пунктом конкордата являлось то, что католическая церковь стала считаться юридическим лицом. И вот это до сих пор оценивается историками, ну очень по-разному. А в 49-м году кровавая тоталитарная Португалия даже вступила в НАТО. Собственно, Салазара так и не свергли. В 1968 году, в возрасте 79 лет, он упал со стула. Ну и схлопотал себе кровоизлияние в мозг. Власть передали лидеру правящей партии Америко-Тамашу, которого как раз таки свергли спустя 4 года. В ходе революции гвоздик, кстати, до сих пор считающейся самой бескровной революцией в истории Европы. Ну, буквально гвоздик, потому что гвоздик было использовано больше, чем патронов. И так началась история современной Португалии.